итак ребята вы не слышали вопли мой до этого как я кричал king вон там он лежит испугался рустик аж упал блин ребята на этом шурфе двушка 25 было на этом шурфе двушка 25 было и вот сейчас смотрите это копейка копейка 25 я твоя налево на моем веку это монета у меня встречается уже восьмой раз это восьмая копейка двадцать пятого года сохранщик ну ребята чистка покажет монета и шурфа вот ахаха кстати такую копейку на 20 25 года я буквально на днях разыграл у себя на стриме так барабанная дробь да 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 внутри находится бумажка смотрите ребята смотрите что там здесь смотрите что баба вадим вадим михайлов ёшкин кот а и сейчас у нас вадим михайлов забирает копеечку двадцать пятого года офигеть ребята вот это фартовый человека так что ребята красота в объявленку ребята на полнолуние ребята а на ум выпускать спят красавчик ну что ребят у нас очередное серебро но серебро в каком плане это не монета а вот это это серебряный наперсток кто-то может подумать что это алюминий пишем в комментариях как вы думаете алюминий или же все-таки серебро рустик 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 говорит что это блин серебро потому что фишер 44 говорит точно это серебро так что алюминий от серебра отличить по прибору очень очень легко вот такой вот наперсток серебряный класс мы сегодня ночью ударе 80 чистый класс зачетно вроде как бы не очень-то с утратами есть небольшая здесь дырочка но ничего страшного для серебра это ничего страшного держи мы курим серебро ну что ребята утро начинается с находок серега ночью нас покинул но утром пришел и начал прям тягать монета за монеты я вам не снимал он уже несколько пятаков поднял вот ох посмотри какой красивый батина такая яркая вот поднял два пятака трешка и двушка да но факт том что блин он единственный пока какое количество монет поднял знаете у меня вот сигнал я аж прям чуть ли не не отписывался вот такая вот пуля с первой мировой а теперь давайте немножко об этой находке да действительно сергей был прав данная вещь является пулей минье пуля для первых дульнозарядных винтовок которые имеют коническую выемку в задней части данный вариант пули в 1849 году предложил Клод Менье в зависимости от страны и периода пули системы Менье имели несколько разные характеристики например английская винтовка Энфильд применяющаяся во время крымской кампании имели калибр 15 миллиметров пуля весила около 34 грамм и с зарядом 4,5 грамма дымного пороха разгонялась до 270 метров в секунду при попадании 30 граммовые пули приносили печальные последствия первое боевое применение пули меня получил во время крымской войны российские солдаты вооруженные гладкоствольными ружьями могли вести эффективную стрельбу на дистанции примерно 200 шагов войска англо-французской коалиции благодаря применению пули меня могли вести эффективный огонь на дистанции в четверо больше существует мнение что данное обстоятельство послужило одной из причин поражения российской империи в крымской войне вот такой коротенький очерк я вам предоставил по данному экспонату а сейчас возвращаемся на код и следующий сигнал который начал который начал а смотрите как красиво лежит а как она красиво лежит просто красота но но медаль конечно всегда приятно подумать но в данном случае у нас сталин мы победили вот такая медаль то что же это не николая я так хотел николая а тут сталин когда он в темноте появляется серый там не смотришь маленькая большая ладно такие вот пока у меня сегодня находки так ребята находочка прям было царская копеечка были жалко я же прям наделся на 25 ну сохранчик бодрый смотри все гурт прям это острый надеюсь почистится вот вторая царская монетка не густо по царям на сегодня не пусто вы увидите обзор того чего сколько я накопал много-много ребят находочка и я решил вам заснять потому что я еще не трогал выпала на вот так сама и сейчас вместе о да это царь это блин царская трешка тысяч копейку да ладно охренеть ребята смотрите ну так серёга а честный человек взял в ручке и показал 1870 копеечка и трешечка офигеть 1870 и трешка неплохо почищу посмотрю если что это интересно обязательно вам продемонстрирую вот так вот вот такой нюанс еще не прозванил может тут еще тихо 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 такое какая-то хрень сейчас еще будем прозванивать мы как бы уже подходим к завершению здесь вот уже все и вот этот бугорок надо еще немножко срезать и посмотрим что рустик к сожалению сдался остался только один прибор говорит что придет но мы сомневаемся потеряли мы бойца так что ладно серёга остался один ребят вот такую кругляшок у сереги выпал муравьишку по нему ползает последнее поползновение муравьишки лет у нас ребята трешка 24 год неплохая тоже хочу сказать неплохо а здесь вот к сожалению бека нормально крупно ну все ребят заканчиваем наверно свой фундамент еще наверное серёгу здесь вот сейчас выкурит немножко забрал фото и будем сваливать так что ладно но сейчас находки рустик по шмурдику предположительно напёрсток серебряный вот эта вещица тоже должна быть серебряный но к сожалению мы сомневаемся что это серебро вот что у него было интересного пятачок деформирован сорок девятого года пятачок тридцать девятого года я рустику нашел при прозвонке они нету вот эту ребята я нашел рустику двадцать тридцать седьмой год ребят монета тоже очень дорогая так что рустик отличился у нас тоже также двушка 24 такая вот серебруха 10 копеек 25 ну и приехал ночью молодец с работы устал теперь отдыхает так что ладно находки серого на по находкам сереге получилось вот так вот вот такой колечко интересное достаточно приятно монет не очень много вот так самое интересное трешка 24 двушка царская непонятно два пятачка 246 года трешки двадцатки в общем не густо но по крайней мере не пусто домой поедет хоть чем-то так что ладно теперь сейчас обзор моих находок а у меня не хило получилось ребят ну а по моим находкам получилось как то вот так вот тогда в принципе сегодня коп удался давайте со шмурдика все что интересно это у нас вот такой вот знак в лксм вот такие дефектованные двадцать девятый трешка двадцатка по монетам здесь я ничего отмечать не буду копеечки большое количество двушки десятки пятнашки трешки и по пятакам смотрите 1 2 3 4 5 6 7 8 8 пятаков вот эти два интересные я чуть позже это у нас тридцатые года по меди у меня получилось сегодня 5 копеек 24 год очень хороший внешний бодрый вид еще одна крупная находка это у нас медаль дело наша правая мы победили дальше трешка 24 трешка царская год не знаю трешка 24 двушка 1908 копеечка 870 это не знаю серебрушка 10 копеек 29 10 копеек и вот две вкусняшки вот на две вкусняшки этот год у нас тридцать девятый ничего сверх естественно нету тридцать девятый я думал дорогой но вот эти две монеты сделали сегодняшний коп начну с более дорогого с менее дорогого это копеечка двадцать пятый год ребята двадцать пятый год офигеть этот фундамент дал сегодня вернее за два дня двушку 25 и копейку двадцать пятого копейка двадцать пятого досталось мне ну и вот это ребят вы может быть кто не разбирается в ценниках но монета так монета как вам показать поближе год смотрите тысяча девятьсот двадцать седьмой год это очень дорогая монета внешний вид конечно дручающий посмотрим как почистится но стоимость данной монеты вы уже знаете 7000 рублей это копеечка 25 5000 стоит а это 7 но цены говорю из каталога также я прикрепляю с левой стороны цену проходов на аукционов таких монет так что ладно итак ребят на этом я буду заканчивать свое видео сюжетик связано с шурфами как вы видите шурфы очень приятно дают особенно на этот раз у меня очень удачно получилось по находкам медь дорогие сенсационные находки мы подняли в этом шурфе так что копейка 25 потом двушка 25 пятачок 27 но остальные более-менее такие мелкие ну все равно приятные находочки так что пожелайте нам дальше радовать вас именно вот такими вот приятными выходами стараемся для вас ну а с вас конечно же поддержка пальчик вверху за трудостороние подписка если ты еще это не сделал у нас всегда интересно и весело на этом и все всем пока до новых встреч на шурфах на копе или на чистке монет удачи а и Субтитры создавал DimaTorzok